Владимир Ильич Ленин Владимир Ильич Ленин Над Калужской площадью в центре Москвы более 30 лет высится бронзовый памятник Владимиру Ульянову или Ленину. И с начала 2000-х это одно из самых излюбленных мест сбора московских скейтеров. А в России годами спорят, оставить Ленина в авзолее или захоронить. Свежий опрос Леводоцентра показывает, более половины россиян считает, Ленину не место на Красной площади. Все-таки захоронить, пускай, как говорится, телу будет предано земле. Как бы, ну, на мой взгляд, нету никакой, никаких оснований божество из этого человека делать. Ну, я как-то индифферентно к этому отношусь, и мое мнение. Никак. Ну, положили его там, пускай он там лежит. Мазолей сделан для него специально. То, что это в центре Москвы, ну, скажем, известный человек, известное место. Накануне дня рождения советского вождя вопрос о его перезахоронении снова возник после высказывания митрополита Волоколамского Илариона. По его словам, тело Ленина нужно было вынести из мавзолея в 1991 году. Именами палачей нельзя называть улицы и площади. Имена террористов и революционеров не должны увековечиваться в наших городах. Памятники этим людям не должны стоять на наших площадях. Мумифицированные тела этих людей не должны лежать и выставляться на всеобщее обозрение. Ленин – сложная историческая фигура. С именем одного из создателей советского государства связывают жестокие гонения на церковь. Главные сторонники сохранения тела Ленина на Красной площади – российские коммунисты. Глава КПРФ Геннадий Зюганов повторяет, когда еще появился первый деревянный мавзолей, на все было в воле народа. Он захоронен в соответствии с православными канонами. Даже по нынешнему закону, который есть в Российской Федерации, есть две формы захоронения – в могилу и в склеп. Он захоронен в склепе. Он лежит на два метра ниже уровня земли. По всем традициям. Тело должно быть предано земле, а не находиться на Красной площади, где – это же издевательство. Мы же не даем его душе успокоиться. Если говорить о перезахоронении, то по российским законам нужно провести процедуру переноса места погребения и собрать пакет документов, среди которых должно быть заявление родственников покойного. Однако, к примеру, племянница Ленина Ольга Ульянова до самой смерти в 2011 году была категорически против перезахоронения дяди. Культ Ленина специально навязывался. Я помню, как с детского сада, с Ясель разучивали стишки, которые до сих пор сидят в голове. Я сижу на вишенке, не могу накушаться. Дядя Ленин говорит, надо маму слушаться. Да, маму слушаться надо, но параллельно идет не призыв к тому, что слушаться, а что вот есть такой добрый дедушка или добрый дядя Ленин, дедушка Ленин, хотя в 52 года какой это дедушка, это еще молодой мужчина, какой дедушка. Мы все время предложили, но был же ремонт на Красной площади, временно мавзолей перенести на другую площадку историческую, там его и оставить, временно. Ведь посмотрите, Сталин же тоже в свое время лежал в мавзолее, но его захоронили, и ничего не случилось. Владимир Ленин и Иосиф Сталин делили мавзолей на двоих до 1961 года. Именно тогда тело Сталина ночью захоронили в некрополе у Кремлевской стены. Там, кроме партийных госдеятелей, прах летчиков, космонавтов, ученых. Путин сказал, пока я в Кремле, никакого ствердления, никаких раскопок не было. А те, кто лезет с грязной рожей, в святая святых, в нетрезвом виде, с вороватыми руками, тех мы погоним своими силами. Российский публицист и библеист Андрей Десницкий считает, что в современной России восстанавливают советскую мифологию с ее героями. Если посмотреть на все, что происходит в России, и все, что говорится в публичном пространстве, это же все разговор о нашем великом прошлом. У нас всегда было все самое великое. Самая великая революция сто лет назад, которая разрушила самую великую империю. В результате возник самый великий Советский Союз. Это все как-то очень некритично. И поэтому сегодня та политическая сила, которая захотела бы вынести Ленина из мавзолея, она бы подвела черту под советским периодом истории. Она бы сказала это все. Но понятно, что нынешняя кремлевская власть, она этого не станет делать, просто потому, что это означало бы оттолкнуть от себя тех людей, которые ориентируются на именно советское прошлое, которые в нынешней России видят прежде всего такой слепок Советского Союза. Ну, немножечко измененный. Не реже раза в год мавзолей на пару месяцев закрывают для туристов. С телом Ленина работают специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений и лаборатории медико-биологических структур. Так в этом году профилактика завершилась в середине апреля. Попасть в мавзолей непросто. С собой взять нельзя. Видео, аудиотехнику, фотоаппаратуру, мобильные телефоны, а также личные вещи, сумки, бутылки с жидкостью. Это строго охраняемый объект. Кульянову пускали, пускают и, видимо, будут пускать бесплатно. И пока еще увидеть Владимира Ленина можно четыре дня в неделю под строгим контролем Федеральной службы охраны России. Личное дело Виктории Терентьевой, Юрия Сергеева, Атвийское телевидение, Москва.